девочки всем привет шифрую слышать еду в автобусе поехала стричься я же к лиле записывалась а потом она мне написала что она заболела а потом короче вроде все нормально мы договорились на понедельник а в пятницу она мне говорит оксану ребенка вывели из сада ну давай подождем посмотрим я говорю вас к стене напишу но чем дала добро короче все нормально у них еду на стрижку сегодня вообще так поздно легла почему угадайте с трех раз авито еще юла циан еще winner я много где сижу на каких сайтах смотрю ну сижу слышите лежу смотрю квартиры блин лёша уже все новая линка он прям загорелся ему нравится район девчонки я вот так вот подумала да не район тоже нравится там тихо спокойно хорошо есть где прогуляться поехать куда-то ну блин я чё каждый день куда-то езжу что ли нет но у меня вот здесь я взяла вышла вышла по магазинам вот близлежащим обувы но это ну тряпки там еще что-то но это теоретически а там по моему только продуктовый не там есть еще аптека есть еще пункты выдачи я вот видела что мы когда проезжали вот а сейчас смотрю бы не знаю что делать там воздух девчонки совсем другой просто вообще меня знаете что напрягает квартира угловая о его не напрягает нормально там люди что же покупают живут я не знаю что делать вот честно говорю понимаете ждать других вариантов искать чего-то новое мы за эти деньги не найдем вот потому что это немножко район такой как бы ну нет не в центре да хотя и на отшибе а старая туда надо будет ломать и строить да он говорит все вот эти вот дома уже ну старые отжили свое отжили отжили я короче прямо голову всю сломала я не знаю что делать и вот сколько квартир мы там посмотрели да вот одна мне запала первое самое на третьем этаже но я с другой стороны ну и если забронировать 10000 на две-три недели то ли бронировать при девочки чего делать я всю голову сломала вообще а еще там же полностью все с нуля понимаете стены стенами полы там и так себе по ровно едет плащи но не ванны нет ни унитаза ничего а если бы уж на убрать там хотя бы что-то отмыл да и как пользоваться можно со временем поменять и вообще не знаю ладно ванна у нас есть до короче я на киноцентральном а и сейчас я съезжу постригусь и рядом вот остановка на котором не надо будет домой ехать там торговый центр должна там лариса ногами я не знаю работает она сегодня или нет я вам говорила девочка из мебельного с кем я дружу вот во-первых я там ни разу не было а во-вторых мне хочется увидеть дать ей план чтобы у меня еще сомнений есть по поводу детской комнаты если там стену переносить чтобы кухню увеличить такую а детскую немножко уменьшить ну я не считаю что это детей я обделю чем-то на 60 сантиметров просто все будем обитать в кухне но это факт понимаете и поэтому ну на 60 сантиметров поменьше будет да и фиг бы с ним ой хоть ветер пошел а то здесь так пахнет выхлопными газами и жарко очень в автобусе дверь открылась прям хорошо так что в общем если лариса работает то мы с вами к ней зайдем но если уж не работает а мне еще в sunlight девчонки надо забрать заказ точно так что мы сегодня день такой такой продуктивный скажем так все давайте до встречи дорогие мои девочки я постриглась но я естественно была в капюшоне поэтому мне надо тут это укладочку немножко навести вот пришла к подружке лариса кто меня давно смотрит смотрел мой новогодний корпоратив ларис там была мы с ней там танцевали на рабочий на рабочий два года назад да наверно это было да так что это она а сейчас она не хочет показывать вот знаете что сейчас вам покажу нашу мебель их мебель не нашу и мы с ней пойдем в кафе пойдем в кафе я тут тебя полю короче чтобы в кафе по а чё тебе нельзя блин сходить пообедать что можно девочки в общем вот кухня которые привлекают внимание по мнению работодателя прихожие такие блин я не знаю на самом деле нет я нормально отношусь к мебели все нормально но на самом деле уж можно было на выставку поставить что-то поприличнее на экспозицию чем вот примерно вот такая вот мебель смотрите здесь между этажами вот такие вот льет ну то есть я первую вижу еще такой вот вид на наш город станционный район станционный там вот я не знаю видно вам не видно он там церковь храм там ж.д. вокзал мы его пропустим да девочки мы сейчас поедем в панорамном лифте вы представляете и какая-то дикарка это мы мебель на третьем этаже а на четвертом туалет вам показать там же все все видно это всю фурнитуру короче все внутренности вот сейчас уехали лариса я боюсь боюсь всех а если у меня не выдержит девчонки смотрите какая штука приехала мы пойдем там ёлочка уезжает девочки смотрите офигеть я дикарка все нормально все живы здоровы все хорошо где она она беззвучная мы в кафешку смотрите как здесь красиво много красиво толики цветочки а ты здесь обедаешь туда а то есть короче пришла меня привела здесь сядем а мы можем вон там а извините извините я пришла вообще куда красиво здесь так уютненько девочки вот такая вот у нас охотничья пицца с колбасками с грибами сыром и чай у ларисы зеленый у меня черный приятного всем аппетита девочки смотрите музыка играет и такая вот красота ну красивость уютненько здесь уютненько и мы пиццу едим для мой уютненько девочки это у нас площадь ленина еду домой трясет на автобусе как-то маршрутки ждать особо не хочется потому что холодно ну как бы можно было постоять подольше на учет не хочется хотел вам елочку показать ну что-то видим не успела стекло грязное конечно но вот этот цирк у нас давно не было цирке очень дорого билеты сейчас стоит что я слышала 5000 короче как сходить с семьей в цирк скажите мне вот это музыкальный театр а и вон елка но она не светится потому что потому что еще не темно река все девочки пришла я домой я замерзла очень очень сильно вообще просто просто потому что я приехала а потом пошла еще в тополь пешком обратно тоже пешком потому что транспорт не ходит мне надо было я забыла что я сказала я еду домой а мне нужно было ехать в тополь в общем я не туда села я села как будто у меня надо было домой но не суть главное что сходила и забрала свой заказ вот вот так вот меня постригли вот мне все нравится но естественно после капюшона на голове непонятно что так девчонки времени как бы немножечко нет потому что лёша пораньше приедет мы поедем смотреть еще одну квартиру поэтому квартирный вопрос я отложу на чуть попозже а сейчас я вам когда покажу может быть это вам будет больше интересно что я в итоге в этот раз заказала для себя и для лёши и я ему сделаю подарок на новый год все время не говорили оксана пораду мужа вот вот порадовать новогодние подарки никто не отменял поэтому все равно что-то нужно было выбирать дарить а украшение это лучше подарок так что девочки заказ я свой делала как обычно в приложении sunlight сейчас там действуют скидки до 80 процентов и по моему промо-коду дополнительно будет скидка 5 процентов ко всем новогодним скидкам промо-код я оставлю в описании под видео и заскачивание приложения по моей ссылочке будет подвеска в подарок так что ссылочку на приложение тоже оставлю в описании под видео давайте девочки я вам покажу что я в итоге заказала для себя и для лёши я конечно магазин прибежала я померила себе колечко я заказала как бы уже заранее говорю у меня руки сильно замерзли поэтому как бы я там сильно ты не смотрел я надеюсь сейчас они мне отогрелись и она не будет мне там мало или великое я не знаю кстати вы слышали что sunlight стал лучшей сетью ювелирных украшений и онлайн магазином по версии международной премии и крупнейшего голосования покупателей 2020 года люди доверяют я тоже sunlight доверяю потому что меня он ни разу не подводил у меня российское производство мне все безумно нравится цены самые лучшие в sunlight я девчонки заходила в другие ювелирные магазины для сравнения сравнивала цены в sunlight цены дешевле и причем на самом в sunlight есть еще дополнительные скидки что не может не радовать и просто огромнейший ассортимент всего чего угодно в sunlight есть все глаза разбегаются и как мы знаем что украшение это лучший подарок да вот действительно что подарить близкому человеку просто непонятно да особенно на новый год я считаю что украшение это самый лучший подарок особенно для себя любимый так девочки колечко моё колечко сейчас его покажу мне очень нравилось причем ну долгое время сейчас на него очень приятная цена вот такое это кольцо с фианитами я выбираю для себя в основном крупные кольца потому что у меня пальцы крупные и соответственно кольца я тоже выбираю крупным вот такое кольцо сейчас я его покажу ближе по мере на себе вот смотрите вот это кольцо да и получается вот это вот бриллианты якутии одного мне было маловато вот два колечка я ношу не снимая естественно везде выгуливая ну конечно я одеваю еще другие колечки но вот эти вот мне прям очень нравится камер не передает я уже много раз говорила как они просто ослепляют глаза привлекают внимание причем девочки вот это вот кольцо оно достаточно бюджетное оно стоит по моему 19 990 но с бриллиантами реально крутое кольцо вот это тоже бюджетное то есть если два кольца в разный промежуток времени я считаю что может каждый себе позволить вот кому нравится но это вот это пока в мои фавориты конечно там мне еще больше всего нравится но блин девчонки не все сразу вот так сейчас его надену это золото россии 585 пробы красивая очень красивая кольцо хорошо слушайте я прям переживала что это на мне будет мало велико такое вот кольцо то есть она привлекает внимание видите я отхожу от мороза и мне лицо краснеет привлекает внимание я вам покажу чуть ближе и ссылочки на изделие оставлю в описании под видео чтобы вы могли получше посмотреть приложение красивое колечко и давайте я вам покажу его поближе это красиво конечно это фианиты это не бриллианты якутии но тоже переливается просто безумно очень красивая такое объемная массивная кстати ну я не знаю может быть попозже попозже налезет на этот палец тоже красиво посмотрелось на него лазит давайте вам вот это вот поближе только покажу что вам было понятно и заодно сейчас померю нормально 20 половиной размера я заказывал как обычно два кольца девочки да потому что потому что кольца отличаются какой-то там потоньше потолще поэтому я заказывала 20 половиной обычно у меня 19 половиной и соответственно мне подошло которое побольше вот так вот она выглядит красиво ну блестит очень очень блестит переливается но понимаете да на камеру выглядит по-другому но и здесь такое достаточно широкое тяжелое кольцо такое вот красивое очень красиво и здесь вот так я прямо не могу конечно там огромнейший выбор просто огромный просто девочки да смотрите с маникюром конечно лучше смотрится тоже когда ногти нормальные и коричко нормальные так сейчас лишь на покажу и вот тоже никакой упаковки не нужно ничего не нужно потому что все за вас уже придумали sunlight здесь я наверное не буду снимать хотя не знаю это будет в подарок вот такая вот печатка у него пальцы достаточно крупные фаланги пальцев поэтому ему тоненькие колечки не идут мы много раз мерили вот и когда-то еще летом мы с ним заходили он мерила я видела ну то есть она ему понравилось я запомнила запомнила размеру как бы ничего просто нужно быть похитрее да и все я заказала то что он выбрал такая вот печатка 20 размер если я не ошибаюсь тоже золото россии фианиты гарантийный срок 6 месяцев на изделии 585 проба вес 469 грамма такая вот печаточка я думаю понравится еще бы мне понравилось сам выбирал грубо говоря красиво и вот видите смотрите 20 размер я нашу 20 с половиной поэтому лучше заказывать несколько изделий чтобы потом можно было из чего выбрать так не более снимать берочку пусть он сам ее снимет и девочки я как обычно заказывал в приложении sunlight приложением очень легко пользоваться я много раз это говорил он мои сразу выходят мои которые в избранном добавлены вот кстати вот это вот кольцо который бриллианты якутия уже про него говорила давайте посмотрим его вот у меня в белом золоте а это в розовом золоте но она ну само по себе тоже очень красивая очень удобно что есть видео да можно посмотреть как выглядит украшение вы когда и движение скажем так можно покрупнее сделать кольцо девчонки вот от души его рекомендую потому что цена у него очень доступная хотя нам очень многие изделия там есть и золото италии бриллианты якутии российское золото очень много российского золота просто огромнейший выбор там самые лучшие заводы представлены девчонки смотрите ваши находки вот эти серьги это как раз от моего кольца которые бриллианты якутия их не было и вот ну я все я один момент их видела а потом я их хочу девочки я их хочу прям они очень красивые ну именно набор получится тоже вот ценник достаточно доступные на бриллианты поэтому я считаю что прямо не крутые вот здесь есть описание самого изделия ну непосредственно это вот серьги бриллианты якутия белое золото 585 проба 242 грамма ниже можно посмотреть фотографии и отзывы реальных людей и то есть и фотографии ну знаете бывает такое что фотографии на фотографиях гораздо хуже изделие смотрится чем в жизни потому что ну неоднократно в этом убеждалась можно добавить в избранное его так так в избранном перейти вот значит избранное украшение это можно уже убрать потому что я заказала это колечко соответственно заказывать тоже очень просто все интуитивно понятно потому что здесь ну как бы ничего сложного этого сказать выбираем размеры здесь но здесь размеры выбирать не нужно здесь просто можно нажать либо купить либо в корзину к примеру забрать из магазина или оформить доставку я забираю обычно из магазина мне удобно померить я выбираю адрес вот тополь могу изменить адрес видите здесь есть в тополе в наличии здесь наличие если я выберу серебряный город там получится что нужно под заказ желтым отмечено я выбираю тополь адрес время выбрать магазин потому что я вот сейчас посмотрела да ну и соответственно оформить заказ все очень просто и подтвердить все больше ничего делать не нужно то есть все очень просто так что приложением очень удобно пользоваться также здесь есть разные фильтры вот я сейчас данный момент хочу отменить заказ до отменить вот девочки ссылочку на приложение оставлю в описании под видео переходите смотрите пользуйтесь приложением не забудьте про подвесочку которая будет в подарок и соответственно промо код на скидку 5 процентов а мне девочки сейчас нужно вот это все дело будет убрать ну точнее вот это вот упаковать вот это вот убрать я и лёша кстати не видел моё колечко он сейчас приедет уже близко девчонки вы знаете что делаем красиво сейчас уберу быстренько завяжу запакую пусть это сам открывает мы сейчас поедем еще раз смотреть квартиру я понимаю что эта тема всем надоело но мы сейчас этим живем и девочки по сути мы выбрали квартиру на третьем этаже первую которую мы смотрели и представляете мне сегодня позвонили сказали что оксан эту квартиру завтра покупают потому что кто нам ее показывал она не знала что ее уже показали другому человеку я говорю а вы можете что сделать сказать ему что получается над ней будет жить семья с двумя детьми и они будут топать бегать туда-сюда и же она при мне по телефону спросил при мне пока я взговариваю например спросил а если сказать так так та женщина которая показывала ну вот эту квартиру она сказала что у них тоже двое детей ему все равно будет ну то есть навряд ли они будут менять они раз третий этаж выбрали ну блин знаете как то есть выражение торопиться надо медленно с другой стороны надо все делать вовремя ну короче квартира это уже покупается поэтому есть вариант еще вариант именно над ними на четвертом этаже но квартира будет номер 13 это была 9 а там будет 13 знаете что когда я вид из окна смотрела там получается что солнышко и дом то есть как-то дом вот он так стоял что как бы солнце потом немножечко за домом потом опять солнце потом уходит в другую сторону а на четвертом этаже за счет того что этаж то выше солнышко будет в комнату в кухню и в детскую комнату в кухню не так сильно потому что это все таки там балкон ну хотя и угол балкона будет прикрывать детской ну окно детской комнаты наверное я не знаю есть еще где другие варианты я другие не хочу мне понравилась вот эта вот квартира девочки милые мои девочки я не знаю что делать господи не могу бантик завязать потому что я переживаю я почти справилась почти не очень аккуратно короче сейчас мы поедем посмотрим еще одну квартиру я сегодня с ларисой разговаривала по поводу чего я так устала я эмоционально сегодня стала то есть я ничего не делала вы же были со мной я ничего не делала я даже разрядилась немножко и лариса она трезво мыслит здраво мыслит понимаете она как бы ну не заинтересована она видео не смотрит мои но она в теме того что квартиру туда-сюда что она сказала оксан ну нужно начинать я не могу отпустить эту квартиру понимаете не могу и она сказала оксан нужно начинать стремиться к лучшему и опять же менять перемены должны в жизни быть они сами тоже ну не уже несколько лет живут года на на 2 мне кажется лёша делаем ремонт вот и она говорит надо девочки завязала кое-как на вроде бы нормально под елочку ему поставлю и в общем я к чему говорю блин мысли столько в голове девочки потому что блин как-то не магазин сходить за продуктами я переживаю очень сильно район нам понравился единственное меня смущает немножко что школа но обычная школа мне не нужно необычная на старая но с другой стороны да и фиг бы с ним ну что старая все учатся же дети там блин четырехэтажная школа не двухэтажная даже четырех там большая школа короче не знаю недалеко идти да вот все что как я хотела там воздух чистый там чисто настолько воздух просто и не будет он зашлакованы потому что там мало движения девчонки мы с ларисой поговорили что я теряю в принципе если мы завтра едем к половине половине девятому утра потому что в девять придет другой человек смотреть эту квартиру эту еще другие ну то есть если он выберет эту она ему покажет ну соответственно это мне кажется самое лучшее расположение ждать следующего дома он сдастся вот у нас слышимость какая вы слышите это джек лайт он будет сдаваться вот в двадцать первом году чем там начале но мне дом сам кухня 8 квадратов вот даже хорошо там кухня 8 квадратов и я короче короче я хочу забронировать я лишь сказал мы с ним поговорили он сам хочет он хочет больше чем я это я торможу вот я думаю что она нам будет нравится там жить я так думаю а почему нет мне не будет повод ходить вот здесь по магазинам ну я не хочу в центре в каком-либо да вот допустим где какие-то торговые центры ну потому что она будет тянуть туда сходить потратить деньги но опять же даже если не я потрачу дети будут просить а здесь непосредственно магазин сходил раз в неделю допустим можно было будет приехать сюда это же не далеко от нас приехать сюда в продуктовый магазин там мясо какое-то купить слышите мясо купить будем ли вы мясо есть я не знаю девчонки в общем если забронировать эту квартиру но только то есть получается только завтра нужно оставить 10 тысяч если мы оставляем 10 тысяч бронирование идет ну длится две недели три недели и прям так переживаю сейчас вообще выставлять нашу квартиру на продажу я разговаривала с риэлтором она сказала что быстро продадим я вам по-моему это уже говорила да потому что у меня каша в голове я и ларисе это говорила то есть понимаете я ей рассказала ситуацию чтобы не по телефону это было и получается что мы теряем мы теряем если если мы не успеваем продать эту квартиру мы теряем 10 тысяч ну блин ну чё теперь никто не рискует тут не пьет если это наша квартира да то это быстро уйдет и мы купим туда опять же она стоит 2750 или 2800 девчонки не помню ну потому что там однотипные квартиры там отличается в квад ну прямо в метрах небольших да ну и уже как бы полтинник то нам нужно будет либо рассрочка либо какая-то ипотека но в любом случае у нас уже первоначальный взнос будет хороший либо рассрочка на полгода либо какая-то ипотека да ну полгода 300 тысяч квартира с нуля туда надо больше вкладывать но с другой стороны если брать убитую квартиру хрущевку то в нее же тоже нужно много вкладывать и опять же этот мусор вывозить это ломать все ломать блёши не стал ну потому что короче мысли очень много девочки и если если ничего не получается вот мы бронируем ее мы завтра поедем смотреть но скорее всего лишь бы два разница третий четвертый этаж ну блин какая какая если с этим риэлтор не риэлтор это это от застройщика ну то есть ну риэлтор наверно то это я буду давайте по-женски вот скажите честно она говорит честно вот у меня живет семья господи сын с женой с ребенком собака я лично видела как она их поцеловала когда мы шли другой дом смотреть ой девочки и она говорит у меня квартира я говорю как вода она питьевая не питьевая ну блин пить можно можно ну вы можете через фильтр пустить но люди пьют просто наливают и пьют ну как без проблем и ну как у меня фильтр стоит у нас год и на прошлой квартире стоял фильтр поэтому мы здесь поставили я говорю ясно но я как подумаю что там все надо делать девчонки а в другой квартире ну то есть эта квартира новая и там нужно делать меня больше мне больше нравится то что она новая никто не жил энергетика там блин чистая 13 13 квартира к ларисе а ты уверен что на тринадцатый игру ларис это я уже когда пришла позвонила и игру то уверена я же пути посчитала игру ларис блин та была девятая 4 квартира на на площадке на горит точно ты герты суеверная веришь я говорю как бы нет ну как бы нет но у меня мама 13 умерла с другой стороны может быть это знак что 13 это должно быть но опять же если мы броневые пролонгация но месяц мне кажется может вот эта бронь длится вообще другие квартиры высок спрашивала что можно и на два месяца других районах когда от застройщика разговаривала что можно продлить бронь там может быть еще действие заплатить не знаю ну понятно что она меня тормозит она гриппа это уже потом договоримся вот и возможно и не с ней договариваться и скорее всего не с ней договариваться нужно краем глаза вижу кольцо блестит ну я же вижу да девчонки заложу нафиг все золото нет не заложу не заложу нет я лучше десять тысяч потеряю но я не рассчитываю чтобы их терять у меня же голова кружится девчонки очень говорю пипец в общем завтра мы в половину девятого едем встречаемся с ней однозначно это факт для же еще об этом не знает ну то есть как бы я не сказала ну что приняла это решение сейчас девочки я мне нужно позвонить этой галине я сейчас ей позвоню и скажу что да мы приедем к половине девятому а какой номер я ее не записала блин вообще как так но она мне потом перезванивала еще и посмотрим наверное внесем 10 тысяч не хочет и в срочном порядке выставляем нашу квартиру продаться хорошо нет значит нет ну не попробуешь не узнаешь где найдешь где потеряли алло слушала галина еще раз здравствуйте оксана ну давайте завтра встретимся в половину девятого вы еще раз смотрите да 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 у нас там нигде нет на втором этаже так значит получается а эта квартира на четвертом этаже тринадцатый квартира там восемь квадратов кухня мне это не так значит получается а эта квартира на четвертом этаже тринадцатая да 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 не как мне все равно но я не думаю до у нас двадцать три сорок два как бы тоже созвучно ладно давайте тогда до завтра пол в половину девятого да все тогда спасибо до свидания а вообще девочки кто более внимательный я просто смотрела это видео где мы приехали в этот район я встала вам дома все показываю показываю новая линка 34 я никакой адрес другой не назвала я просто сказал новая линка 34 я не обратила на это внимание просто смотрела я думаю что вообще а я не блог смотрела а смотрела вот этот момент еще да посмотреть визуально в голове это одно вообще тяжело когда снимаешь на камеру вот ты заходишь квартиру с камерой я же ну вот квартира которая где собака с кошкой да вы чё думаете я там сильно много чего поняла что я там наснимала нет потом ну как бы я понимала потому что я фотографии видела а так по сути нет я потом еще раз прошлась посмотрела потому что ну понимаете да через камеру все равно ну и возможно вы тоже это все понимаете воспринимаете по другому хотя нет когда все равно смотришь в камеру первый раз нормально вот и я к чему я тогда стояла возле этого дома и говорю девочки новая линка 34 может это знак 13 число как раз блин ну да у меня мама умерла 13 но это не означает у меня был как-то билет 13 я его на отлично сдала ну и что что 13 число вообще девчонки короче короче я не знаю я просто вот знаете я такой человек постоянный во всем понимаете я сейчас заплачу и вот для меня мне жалко конечно эту квартиру но с другой стороны нужно улучшать качество жизни мы здесь как на иголках мы нервные вот я сейчас монтирую здесь и получается что у меня когда дети им там места мало хотя мы собираемся кухню расширить комнату уменьшить но с другой стороны там места мало но всяко будет больше там 8 квадратов сейчас комната 16 но будет она 14 ну и что да нормально тем более дети растут это им сейчас машинки мало играть ну блин хватит хватит но все мы будем обитать в кухне вот поэтому я думаю что это самый оптимальный вариант единственное что я еще с ларисой разговариваю как обставить эту комнату она тоже такая сначала это это я говорю ага вот ну и грюк узкую ну вот не узкую а вот когда 3 на 5 ее проще расставить ну там 3 на 4 вот у нас сейчас получается 2 95 на 4 20 да скажем так ее проще расставить чем квадратную получается то будет 4 на 360 ну почти квадратная и окно большое ну ладно придумаем что нибудь я что не придумаешь ты конечно придумаем вот двухъярусную кровать нет ставить не буду слышать я просто не представляю как это заехать в квартиру голую вообще не знаю как это будет выглядеть короче надо пробовать надо делать надо что-то делать потому что здесь я понимаю что если весна наступит все мы на дачу ну короче я опять эту тему отложу опять я буду следующую зиму ну то есть понимаете я буду постоянно гонять гонять по этому поводу я не хочу мне это надоело и здесь я постоянно кричу на детей да не кричу и глядите в свою комнату а сама понимаю какую комнату что там место то ни о чем что им там делать им здесь вот рода не строят здесь или вот здесь вот сидят между дверью диваном вот в этом промежутке здесь играют но это тоже не дело поэтому поэтому так так что девочки знаю что надоело возможно будет скоро новые влоги в голых стенах но а что делать у меня лицо так отходит прямо это ну понимаете горит сейчас лёша приедет я ему скажу может он уже приехал у меня беззвучно стоит может он уже даже звонил мне не звонил все на сегодня девчонки все держу вас в курсе и до встречи и спасибо вам за поддержку потому что очень многие поддерживают кто-то говорит что я кайпу или контента снимаю девочки какой нафиг контент я уже тысячу раз говорила что я не снимаю постановочные видео постановочные и для контента специально что-то не делаю нет ну что я лентяйка серьезно нет но если я показываю свою жизнь зачем мне специально что-то делать для контента ну и потому что я не вижу в этом смысла никакого ладно если бы эта мотивация какая-то была и вот надо будет вещи собирать и квартиру ну блин привести в порядок хотя бы перед новым годом но новый год мы однозначно наверное и будем встречать здесь ну конечно здесь блин что за бред здесь алёша там будет ремонт делать ты классно придумал классно все девочки до завтра